Приветствую вас, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем проходить игру Хастл Кастл. Ну что ж, давайте глянем, что у нас здесь произошло. На меня было, как вы видите, три нападения, два из них я проиграл, ну а Диму, Саша, я завалил, так сказать, отбился. Так, краса, получается 46 уровень у меня, а Матвей 44, отлично все. Ну-ка, что у меня тут вышло, 39 уровень, да долбанный крафт, ребята, ну как так, ну почему не фартит-то мне, а? Да, получил достижение, творец, ага, создать любые предметы экипировки, спаси большое, блин, но эти мечи сильно меня расстроили, ребята. Черт подери, столько ресурсов убил ради каких-то кинжалов 39 уровня, блин, а, ну прям до трясучки. Ладно, давайте смотреть, что у нас тут дальше. Казначеи у нас тоже подросли. Да, сборщик дерева я получил, извините меня, прогресс. А во всем в этом виноват вот именно этот алхимик, который, видимо, очень хреново там трудился. Ладно, давайте посмотрим сундук, что из него выпадет. О, ну хотя бы выпала бронька на 47 уровень, ну броня, в принципе, для кого? Для роги, для лучника? Ладно, пускай будет. Ну вот, 953 урона в секунду, ну статы так себе. Ну я, честно сказать, даже надевать его не буду, эти кинжалы, а может быть вообще сейчас просто-напросто возьму и разберу. Ладно, об этом мы подумаем чуть-чуть попозже, а сейчас давайте, ребята, наверное, посмотрим, кто на меня нападал и как это все было. На вас напал Дима Саша и почему-то он у меня украл золото, а вроде бы по статистике он проиграл. Хотя вот здесь, да, был проигрыш. Как-то странно тут идет немножко статистика, для меня это непонятно. Так, и Марус. Марус тоже у меня свистнул бабло. Видно, я не так все это понял. Ладно, не столь важно, все равно я остался при своих деньгах, при своем дереве, при своей мане, в общем, все у меня здесь на мази. Орков, как вы видите, нету, но зато есть ребята, которых, наверное, можно пофармить. Ну, что ж, давайте глянем этого Мохаммеда. И я думаю, он у нас первый клиент, которого мы сейчас будем с вами разбирать, причем с удовольствием. Потому что он для нас ватненький. За это он поплотится своей жизнью и отдаст нам ресурсы. Ребята, а у нас там что назревает? Назревает какая-то постройка очередная. Надо будет только определиться с чем. И что именно мы будем с вами делать? Что для нас, как говорится, в приоритете? Ну вот, наша победа. Мы забираем с него деньги. 78 тысяч. И у нас, сколько сейчас посмотрим мы? Получается миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи. Ребята, буквально немножко не хватает до миллион восемьсот. Сейчас мы это дело поправим. Давайте глянем кого-нибудь еще. Хотелось бы нападать на более жирного человечка, чтобы, как говорится, не зря получать ПВП очки. Ну, пока что-то я не вижу здесь. Все какие-то щупленькие, дохленькие. Тут вообще какой-то бомжара. О! Ну, я думаю, это будет, ребята, Бизон. Хотя нет, смотрите, совсем даже нормальный пацаненок. Сетчи. Давайте его разберем, заберем эти деньги и с вами будем строить что-нибудь. А может быть я погорячился, а, ребят? По ходу дела. Но нет, нет, нет. Вырулить мы должны, мы обязаны просто-напросто. Все, легли маги и лучника мы убиваем. Отлично! Да, давненько я столько денег не уносил. Сто шестьдесят пять тысяч. Красава я, красава. Так, хотя красава у меня там тренируется. Хе-хе, ну что ж, давайте определяться теперь, ребята. Так, у нас тут сейф, погреб, сарай. Это вот то, что допустимое. Так, арсенал мы не можем. И все, что у нас по ходу ниже, мы не можем с вами развивать. Значит, только выходит из верхних строчек. Сарай, погреб, сейф, колодец маны, бассейн маны. Вот незадача-то, а? Я думаю, ребята, мы с вами будем изучать погреб. А знаете почему? Потому что у нас вечно проблема с едой. Да, восемьдесят пять тысяч в плюсе у нас получается, если мы ее повысим. Ну и, соответственно, у нас будет больше ходов. Так, наверное, мы с вами и поступим. Хотя деньги тоже нужны. Но, вроде бы, там три миллиона, да, надо. И это, и это хочется. Черт подери. Да, почему у меня не четыре миллиона? У меня два работяги свободных. Господи, ну что же делать-то, а? Ладно, ребята, все-таки я склоняюсь больше, наверное, к этой... Как она? К столовке, к погребу. Поэтому будем, наверное, все-таки делать с вами погреб. Если, как говорится, у нас будет еда, у нас будут походы, у нас будут возможности как можно дольше находиться и фармить игроков. Так что так и поступим. Будет делаться три дня. Довольно-довольно долго. Но это, поверьте мне, не предел по строительству. О том будут уже по неделям. Ух, так, ну что, ребята, этих надо поставить на отхил. Надо было их сразу, в принципе, поставить. Что-то я как-то тупанул маленько. Ну да ладно. Наверное, всякое бывает. Времени у нас пока валом. А вообще, я даже думаю, ребята, знаете что? Сделать, наверное, небольшой такой перекурчик. Как говорится, встретиться чуть-чуть попозже. И пускай у нас здесь все пока обоснуется. Денег у нас все равно нету. Хоть яблок у нас дофига. Но делать нечего. Дождемся, наверное, очередного аркофона. Сходим, пофармим. Выбьем, наверное, немножечко шмоток, ресурсов. Ну, а дальше будем смотреть, что нам делать. Так что, ребята, давайте буквально встретимся через секунду. Ну что ж, дорогие мои. Вот секундочка и пролетела. И мы снова с вами вместе проходим игру Хастл Кастл. Так, смотрим. Эта секундочка мне обошлась в приличное количество времени. Что у меня бойцы получили 45 и 47 уровень. Да, неплохо летит, однако, у нас время. Повар 10 уровня получил. Так, с яблоками, как обычно, напряженка. Как вы видите, я немножко, ребята, скидывал рейд. Так что, все у нас пока хорошо. Как нельзя даже лучше, я бы сказал. Казначей 11 уровень получил. Ну, здесь, естественно, улыбочки. Броня и герой 40 уровня. Я латы получил. Да что за фигня? Ну, нет. Это одно, ребята, расстройство. Блин, я не знаю. Надо было все-таки, наверное, мне проапать их, а потом уже ставить на крафт. Ну что же, была моя глупейшая ошибка. Надеюсь, впредь этого больше не повторится с моей стороны. И мы с вами будем делать все, как полагается, все по уму. Да, броня ничем особо не отличается, как вы видите. Ну, если что, я ее разобью на синькие кристаллы. Хоть какой-то будет от нее толк. Ну что же, я даже не знаю, ребята, у нас тут как обстоят дела. 50 уровня у меня Светлана, Ивор. Так, 49-й, слабовато. Вот и наши ребята-орки. Правда, по-моему, они еще не все вышли, как говорится, в поход. Но будем пока бомбить те, кто уже есть. Так, давай, ложись, родной. Пора тебе отдохнуть после трудового дня. Наверное, много уже награбили-то за свою жизнь. Отдохните. Пора и мне немножко на вас, как говорится, разбогатеть. Забрал сундук, отлично. Сразу следующего берем. Их обычно по двое. Ну, как видите, видно, мы рано приступили к походу, к нашему боевому. Они еще не все вылупились, не все проснулись, из нор не повылазили. Поэтому по одному пока находятся. Ну, а нам-то какая разница, кого валить. Все, отдыхает. Главное, что мы получим свои 5 или 6 сундуков с них. А дальше дождемся остальных и также их добьем. Так, здесь у нас, ну, тоже один. И это, как обычно, троечка незабвенная, которым все-все вечно мало. Мало, и они постоянно на меня набегают, чтобы я им немножечко прописал. Ну, а я не могу никак отказать в этом деле. Как говорится, за сундук я их просто разорву. А если в сундуке еще выпадет что-нибудь хорошее, то, считай, был поход сделан не зря. Да, ребят, что-то я профанул маленько. Оказывается, всего 3 орка-то и было. Так, булава, 44 уровень, слабак. Такая нам не подойдет. О, бронька, тоже на 45 уровень. Да что такое-то, а? Нет, ну, с одной стороны, хорошо, что выпадает одежда. Но почему на 45 уровень? Почему не на 50? Или на 49, в конце концов? Меня бы это больше как бы устроило. Так, что ты у меня, родной, 48 уровня. Тебе, по-моему, ничего поставить по-прежнему так и нельзя. Все, что можно, на тебе уже одето. Улыбочки, забираем яблочки. Кстати, да, с яблоками у нас полный профан. Так что надо быть аккуратнее, ребята. Лишний раз ни на что не тратить. Так, улыбочки, как обычно. Золотишко, что тут подкопилось. Так, могу я вам отправить? Я заберу для начала, ребята. А теперь приступим к отправке. Почты. Давайте, ребятушки, начнем. Запускаем рулетку. Погнали. И первый у нас кто? Ну что ж ты так долго так? Серега. Ну что ж, Сергей, давай. Надеюсь, тебе фортанет. Ну, как обычно, на первом запуске она почему-то тупит. Давайте тогда попробуем Германа. Вот с Германом все прокатило. Отличненько. Виталий. Виталий тоже получил. Кто у нас тут? Тимур. Тимур, лови. Все отлично. Развивайся. Держи хвост трубой, как говорится. Не давай вражинам себя окружать. Олег. И еще пятерочка у нас осталась. И это будет Илья. Очередной кто у нас? Резван. По-моему, Резван уже получал. Ну, да бог с ним. Андрей. И-и-и-и. Давайте-ка, давайте-ка. Рулеточка. Евгений. И последний у нас кто? Олег. Ну, все, ребята. Я отправил. Моя совесть чиста. И у меня семь сундуков. Пора их вскрывать и смотреть, что из них выпадет. Ресурсы. Ясно. С этих, наверное, тоже будут ресурсы. Тут, как говорится, день на день не приходится. А, нет. Смотрите-ка, ребята. На 49 уровень выпала мне броня. На лучника. Что ж, довольно неплохо. Ну, а здесь уже ресурсы. Наверное, уже пойдут одни ресурсики, ребята. Потому что не может с этих сундуков 2-3 раза подряд что-то выпадать. Да, жаль, жаль. Но, тем не менее, ресурсы тоже нам нужны. У меня, как говорится, сейчас с ними напряженка. Опять там кто-то пришел. Опять Лемыш. А, нет. Смотрите-ка, Галем нас навестил. Огненный. Давненько я его не видел. Так, улыбочки. Ага, я еще, ребята, сделал прогрессик. Как вы видите, здесь я ничего не могу сделать. Так, а что мы с вами будем, если что, даже развивать, а? Надо, ребят, подумать. Так, колодец манный, наверное, мы с вами в следующий раз будем строить. Так, сундук, забирайся. И сразу же мы его вскроем, глянем, что в нем будет. Так, ага, колечко для дровосек. Довольно хорошо, но я думаю, что дровосеки у меня в данный момент одеты полностью с иголочкой. Так, где это колечко, давайте посмотрим. Это у нас для повара. Кстати, на 16 уровень. Надо будет посмотреть, где у меня повар. 16 уровня. Ага, вот. И давайте-ка сравним то кольцо. Ох, давайте поменяем, конечно же. Оно намного лучше. Как же он так простаивал у меня, а? 720. Все не то. Нет, ребята, не подходит по уровню, потому что это 12-го, а кольц, как вы видите, на 17-й, 16-й уровень. Так, а вот здесь вот можно, наверное, что-нибудь присмотреть. 16-й уровень. Да, 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 именно его и мы и поставим. А здесь 20-ка нужна. Тысяча, представляете, тысяча ресурсов в час. Довольно шоколадно получится. Так. Ну что, казначей, а зачем мне казначей, ребята? У меня, ах ты, смотрите, сколько у меня колес на них, а? Так, ну, 14-й уровень, я думаю, слишком слабенький. Да, и они у меня вообще очень хиленькие. 14-й это максимально. Боюсь, у меня здесь для них ничего не найдется. Достойно, вот так скажем. Видите, все. 16-й, 17-й и 24-й уровень. Слишком долго мне придется их качать. Даже которые у меня там, наверное, стоят, да? Ну-ка посмотрим. Да, 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 ребята. Этот только получит 18-й, Серега, а Глафира только лишь 12-й. И причем качаться им еще долго и упорно. Ладно. Давайте посмотрим, что мы здесь сможем с вами сделать. 96 тысячи, довольно соблазнительная сумма. В принципе, мы его сейчас будем бить. Хе-хе. Ну а что делать? Деньги нужны, крафт нужен, так что будем бомбить. Бомбить, не жалея живота. Отлично упал. Ну и я упал, конечно же. Воскресились оба. Он опять упал. И я дальше пошел разбирать уже его на задние ряды. Все. Маг отстрелялся. Вместе с лучником упали синхронно. Видно, долго тренировались. Ладно. Отличненько. Давайте их, наверное, поставим подлечиться маленько. Там и на розу-то на карте, если честно, не так уж и много, чтобы тут слишком сильно разгуливаться. 473 тысячи, как вы видите, у меня золотых монет. Этого очень мало. Буквально еще надо миллион четыреста до любого какого-либо апа здания. Это по минималке я беру. Так, ну что же, вы там отхиливайтесь, нет? Давайте по шустренькому. Так. Двенадцатый. Да, она у меня полностью уже прокачалась. Плотник, как говорится, еще тот. Ну, это вообще какой-то никчемный. Иди давай сюда. А то у него ничего, ни силы, ни мощи какой-то. Только вылупился, как говорится. С такими параметрами я остался. Пускай и хоть маленько развивается. Ну, а этот, я не знаю, у него что. Седьмой уровень дровосека. Можно было бы, конечно, давайте, наверное, его отправим. На развитие плотнического отдела. Да. А тот у нас пускай ходит где-нибудь там, шоркается. Егор тоже, да? Его бы куда пристроить можно было, по идее. Ну-ка. Даже, я не знаю, нет для него места. Хотя вот здесь, да, ему будет самое то. Алхимики. Ну, а что мне с ним сделать? Ничего, наверное, пускай тогда здесь и остается, где он и находится. Ну что же, возвращаем своих ребят на место. Так, ты иди у меня, долечивайся. Нечего тебе здесь прохлаждаться. Так, все быстренько побежали с криками «Ура!» Я снова в строю. Так, этот у меня бежит. Егор куда-то там сломя голову. Естественно. Радостный. Наконец-то вырвался он из комнаты. Ну, как видите, здесь, ребята, мы ничего сделать не можем, потому что везде достигнут максимальный лимит комнаты. Это нам нужно, опять же, увеличивать арсеналку, да? Нет, не арсеналку, а тронку. Тронный зал. Вот тогда мы с вами сможем что-то развивать далее. А до тронного зала нужно раскачать, извините меня, и казну, и дерево, деревообрабатывающий завод, чтобы мы получали обалденные ресурсы. Так, ну что, давайте этих разберем. 79 тысяч, как говорится, на дороге не валяются, а они нам пригодятся. Так, давай, карапузы, не махать их тут ножами, а лучше отдохните. Я сказал лежать, значит лежать. Все, отлично-ка. Даже практически ничего не потеряли, и урона практически по нам не было. Ну что же. Забираем, и, я не знаю, может быть, следующего посмотреть. Они у меня, в принципе, все целенькие. Ну да. Так, монетки подкопились. 546. Мне еще нужно минимум, минимум 300 тысяч. Миллион даже. Во, вот это вот. Соблазнительно. Смотрите, ребята, я думал, что будут хилики одни стоять. А смотрите, зажиточные ребята. Рысь. Давайте-ка его бэренька разберем. Пока он не ушел с моей карты. С этими деньжатками. Так, падают. Падают, падают, падают листья. И войны вместе с ними. Так, давай. Ложись спать. Все, нормально. Вам только осталось белую простынку надеть на вас, чтобы не было вас видна. И все будет козырно. Так, ну что, 642 тысячи. Хорошо, давайте двигаемся дальше. Самоэль. Да, Самоэля можно будет. Ох ты. Володя Великий. Ох ты. При такой армии с такими деньгами грех, ребята, не разобрать. Давайте приступим к этому соблазительному делу. И вы только посмотрите, как мой воин рванул вперед против троих бойцов. А знаете почему, ребята? Потому что он прекрасно знает, что если он победит в этом бою, 200 тысяч он поимеет. А 200 тысяч, это, извините меня, идет все на развитие ихнего замка. И они будут жить в шоколаде. Поэтому, естественно, это дает ему определенный стимул воевать отверженно. Точнее, отважно. Вот. Ну что же, пускай он у нас пока полечится. Ты тоже немножко полечись. Вообще, вы все полечитесь маленько в больничке. Отдохните капельку, вы заслужили. А мы тем временем поставим магию и поставим, естественно, на замен. Вот это хорошо. Так. Итого у нас 842 тысячи. Ребята, мне еще чуть-чуть не хватает. Это буквально миллиона. Ну, естественно, за эту серию мы с вами столько денег не насобираем. Но как можно по максимуму все-таки мы срубим. Хотя нет, ребята, не получится. Знаете почему? Потому что у нас опять проблемы с яблоками. 79 тысяч. Это всего лишь два. Два похода. Причем, если они будут удачные. А два похода это максимум. Ну, еще соточку мы сможем, наверное, с вами насобирать. Да, мало. Ну, а что поделаешь? Ну, и глянем. Да, 52 тысячи и 31. Это хреново, если честно. Тимми. Вот Тимми. 200 штук у него. И? Блин, такой соблазн. Слушайте, а может быть попробовать? Хотя хрен узнает. Два фиолетовых война. Это все-таки мощь. Вы посмотрите, у них эпохи такие приличные. В общем, ребята, я решил напасть. Была, не была, как говорится. Все равно очки надо сливать. Если что, это будет у нас стимулом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы посмотрите, как, как они великолепно, так скажем, меня разбирают. Хотя, может быть, еще не все потеряно. Вроде бы все пока идет на мази. Но нет, нет, нет. Не получается. Все равно он воскрешает своего воина. Причем довольно с неплохой статистикой жизни. Давай, 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 падай. Все, отлично. Еще есть шанс, ребята. Да сдохни ты, гребаный маг, а. Ну что ты, что ты не лежишь? О, все, отлично. И остался один маг. Ребята, неужели победа? Победа. Ох, хорошо. Вот такую победу я люблю, если честно. 200 тысяч. Блин, обожаю сегодняшнюю игру. Я, прикиньте, ребят, сколько я сегодня нафармил, да? У меня было 300 тысяч. Я вошел в игру уже миллион сорок тысяч. Ха-ха. 700 штук. Просто-напросто за какие-то там 20 минут игры. Шикарно, я считаю, ребята. Плюс еще мы получаем с вами сундуки. Ух ты, давайте вскроем и посмотрим. Там, тем более, один из них синенький. А с него обязательно что-нибудь прекрасное выпадет. Так, ну с этого можно. Ага, вы посмотрите. Даже 372 на дровосека. Требования даже небольшие. Десятый уровень всего нужен. Что ж, я думаю, мы это как-нибудь, ребят, сейчас приметим. И синенький остался. Давайте вскроем, посмотрим, что в нем. Лук. Ну вот почему лук, ребята? Ну вот, меньше всего я хочу получать луки и кинжалы. И они мне, как назло, их дают. Ах, ну ладно. Так, иди сюда. Ты отличилась. Ты иди у меня полечись маленько. Блин, я хочу уже фиолетовый шмот. Я не могу уже просто... Нет, это тряпки красные меня, если честно, уже раздражают, в которых я сейчас бегаю. Ну, они также, наверное, раздражают ли мы их врагом. Они, как быки, видят их и сразу меня атакуют. Потому что, ребят, когда я играю на работе и все время захожу, то я вижу по статистике, что на меня периодически нападают, ребята. Ну, как видите, я обычно всегда без денег. Так что, на живым никакой не достается. Все, вылечились. Давайте бежим, бегите. Там у нас, ребят, есть, и я, не ошибаюсь, еще есть 70 кусков у кого-то, да? Да. Так, давайте посмотрим броньку, которую мы выбили только что. Так, слабая. Слабая она нам не подходит. У этого что? Тоже нормуль. Так, здесь 368. Так, а здесь, по-моему, она меньше, да? А нет. Вот эту мы как раз надели. Замечательно. Такой дурацкой шляпью. Эй, блин, балбес. Одним словом. Так, давайте вот так заменим. Все, вроде бы теперь у нас все, как говорится, на мази. Отличненько, я бы даже сказал. И все, остальные у меня одеты как с иголочкой. Так, давайте-ка еще здесь посмотрим, ребят. Ой, сколько у меня всякого ненужного хламья. Да-да-да, мы будем именно заниматься сейчас разборкой. Ну, как я считаю, что желтый шмот можно практически разбирать весь. Даже этот. Отлично. Так, этот тоже у нас пошел. Теперь у нас... Ну, этот, наверное, мы пока оставим на всякий случай. А вот этот вот на лучника, естественно, разберем. Так, этот надо еще посмотреть, подумать. Фиг его знает. Так, ладно. Как говорится, была-не была. Ну, и 45-й уровень. Блин, 49-й. 47-й. 49-й. Причем, да, 47-й лучше был, чем 49-й. Бред. Непонятно, почему так получается. Так. Здесь у нас 47-й. Здесь вот этот мы разбираем. Да, вот смотрите. 47-й уровень круче, чем 49-й. На чем это обосновывается? Умань провожу. Так, ну, а 17-го уровня поваров, насколько я помню, у меня нету. Ну, что же, наверное, на этом мы и закончим наш разбор полетов. Так. Кристаллики, деньги, улыбочки, яблочки. Отлично. Деньжата. Да, хорошая. О, ребята, вот и орх пожаловал. Естественно, под нашу взбучку очередную. Нам, как говорится, сундучок лишним не будет. Ну, а им, как говорится, какая рейнса. Что мы их так накумарим, что они так сдохнут. В общем, все им без разницы. Так, отлично. Разбомбили. Сундук наш. С него, наверное, как обычно, выпадут сейчас ресурсы. Иди сюда, встрой. Хорош, что может дурачка валять. Ну-ка, что здесь? И... А, нет, смотрите, ребята, на 46 уровень. Причем не обычная броня. Сила магии, магическая броня. В принципе, довольно неплохая. Ну, еще раз повторюсь, что мне нужны шмотки уже на 50 уровень. Понимаете? Хотя у меня и бойцов-то в 50 уровне нету, блин. Есть там один. Захудалый. Ну, опять же, он бегает у меня в красной тряпке, раздражая и меня, и врагов. И мобов тоже. Так. Ну, а теперь надо посмотреть, у кого здесь 70 кусков завалялось. 32. 53. Нет, не тот. Там как... Вот Самейль. Да-да-да-да, Самейльчик. Именно он, блин. Именно он. Подождите, а почему у меня отряд не полный, а? А, елки-палки, я же его отправил на отхил. Давай, родной, возвращайся. Нам с тобой предстоит еще один бой. Ну, а после, я думаю, вы у меня там отдохнете по полной программе. Потому что яблок буквально уже не хватит. Ну что же, погнали. Посмотрим, что у нас из этого получится. Так, два мечника, два мага и лучник. Ох ты, ребята, вы посмотрите, что творит. Как это так? Я немножко даже опешил. Так, надеюсь, лучник мой, который я вызываю орк, поможет мне. Да-да-да, ребята, именно благодаря, наверное, отчасти ему мы и выиграли. Что ж, шикарно. Почти 80 тысяч я с него поймел. Ха-ха. Ну что же, давайте этих лечиться поставим. У меня причем еще два прогресса сделано. Это два сундучка. Блин, у меня сейчас, знаете, идея фикс такая в игре. Блин, фармить как можно больше сундуков. И надеяться, что все-таки будет выпадать уже хорошая шмотка или хотя бы оружие. Давненько уже ничего крутого такого не получал. А хочется. Так, ладно, здесь у нас еще очень-очень долго до следующего прогресса. Так что не будем, наверное, здесь заморачиваться, а просто давайте их вскроем и посмотрим. Так, абра-кадабра, выпадите, что-нибудь нормальное, ну-ка. Ага. На 11 уровень дровосека. Но, по-моему, она слабенькая. Ух ты. Булавушка на 49. Ну что же, можно, в принципе, сказать, что удачно, удачно все получилось. Да, пускай не редкая, обычная, но тем не менее мощная. Так, где эта броня? Так, это не то, это вообще слабая. Ага, 372, 11 уровень. Не то. О, так, да погоди ты. 300, подождите, по-моему, а у этой сколько? 372? 372 и 372. Они абсолютно одинаковые. Ну, я одену специально эту, потому что в той он как-то по-дурацки выглядит с этой шапкой, как бомжик, короче. А мне не нравится, что мои воины выглядят как бомжики. Я хочу, чтобы они выглядят цивильно. И благородно. Так, ну, Матвеюшка, носи. Ты у меня все равно там какой-то подмастерье, так скажем. Да, наденем ему кольцо. Как говорится, лишнее просто сбагрим, чтобы оно не засоряло мне ингентарь. 228. Ну что ж, пускай будет. Все. Он у меня приодет. Все довольно хорошо. Кирюшечка, что у меня. Давай-ка тоже мы тебе наденем, наверное, лишний хлам какой-нибудь. Да, придется вот это вот надеть. Так, где мои колечки? Носи, как говорится. Да нет, не подходит. Вот, вот это можно. И амулетик. Нет, вот. Подожди, это, по-моему, кольцо, да? Ага, это кольцо. Ладно. Надеваем тогда вот это вот. Все. Немножко, как говорится, мы избавились от хлама. Пускай не путем разбора, но все-таки поместили их на своих солдатиков. Эти ребята у меня отхилились. 25 тысяч у меня яблок. Я могу, в принципе, сделать еще одну заходочку. А стоит ли ее вообще делать, а, ребят? 29 тысяч яблок. Орков нету. Так, Серега, 53 тысячи. Ну что ж, довольно неплохо. Да, но можно еще что-нибудь посмотреть. Так, ну это слабаки. Они нам не подходят. О, вот это неплохо. 86 тысяч. Можно, в принципе, попробовать разобрать. Главное, чтобы это был не Бизон очередной, а обычный среднестатистический воин. Так, отлично. Давайте сделаем разведочку, глянем на него. Ну что же, в принципе, так оно и получается. Это средний класс воинов. Да. Поможем. Сегодня, я считаю, в плане фарма серия выдалась довольно удачной, хорошей. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Миллион двести десять. Хм, очень даже неплохо. Ну что же, ребята, на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами позже. А на этом все, ребята. Всем пока, удачи и до новых встреч.